Привет! Привет, мои хорошие! Привет, мои родные, дорогие! Боже, наконец-то я сегодня набралась сил и решила вам записать видео. Да, ребятушки? Теперь сегодня со смелостью я могу сказать о том, что третья химия уже позади. Я не могу сказать, конечно, что я сегодня себя чувствую комфортно, но всё-таки куда лучше, чем эти дни. Два дня я не выставляла видео, потому что это была просто, ребята, была катастрофа. Сегодня мне уже полегче, но сказать, что мне совсем легко нет, потому что с утра стала, выпила вот не месил и решила записать вам видео, потому что просто кошмар, простите, ребята, потому что я не отвечаю в личных сообщениях всё это, потому что у меня просто физически нет сил. Наверное, слишком много людей уже на сегодняшний день знают мой номер телефона и понимают, что это из хороших побуждений, что люди переживают, заботятся, это всё круто. Но просто 60, где-то 70 человек, которые как, что, все всё расспрашивают, то я понимаю о том, что у меня просто нет сил каждому ответить и сказать о том, как я себя чувствую. Так что вот решила сегодня всё-таки уже записать хотя бы небольшое видео и сказать о том, что со мной всё нормально. Всё нормально, ребята. Два дня, конечно, была катастрофа, два дня были очень сильные боли, сидела постоянно на обезболивающих. И это спасибо, что моя мамочка рядышком сейчас со мной, что она меня вот лёгкими движениями немножко поглаживала мне ноги просто для того, чтобы не сойти с ума. И это так вот поглаживание, контрастный душ, в общем, ванночки такие прохладные, и делала себе всё это и вот таким вот образом спасалась. Но даже врагу не пожелаешь. Так что, ну, всё, сегодня уже потихонечку начала отступать. Но я всё равно, конечно, на обезболивающих, но во всяком случае хотя бы хоть немного можно терпеть, а не кричать криком. Вот, так что, вот такие вот ребята у меня на сегодня дела. Химия эта далась мне немножко всё по-иному, да. И в те разы, допустим, у меня не было проблем с питанием, допустим, у меня не было тошноты, у меня только были боли в суставах. Этот раз вот вчера я где-то вечером, ближе к вечеру, первый раз только поела. Моя мамочка там бедная хлопала в ладоши, говорю, боже, ещё даже никогда так не радовались, когда тётечка такая в 40 с хвостиком лет поела. Не было вообще ни аппетита, ничего. Постоянно тошнило, тошнило, тошнило. Из-за этого вынуждена была прекратить пить антибиотики для раны. Всё это потому, что я ничего не могла в себя засунуть. Я запивала таблетку водой, и тут же она назад. Так что этот... И из-за этого, мне кажется, начала подсачиваться рана, потому что, в общем, нужно идти на приём к хирургу тоже, потому что этот кошмар просто никогда не закончится. Кот шкребётся. Вот. Пока не столько, отойду от этого. Сейчас начнёт это гадить, это рано уже. Хотят следующую резать. Ну, короче, вот так вот. Круговорот какой-то. Вот. Так что вот так вот. Но сыночек мой бедный, мамочка, что ты хочешь? Мамуль, ну что, может тебе сока, купи лесу. Может тебе ананасик этот. Я говорю, сыночка, я ничего не хочу. Всё это пошёл ребёнок сам в магазин, купил арбуз, притащил. Он знает, что я очень сильно люблю арбуз. Я его, конечно, так и не разрезала. И это... Мамочка, съешь хоть кусочек арбузика. Моё солнышко такое переживательное. Вот. Ну, ничего не могла. Я говорю, мам, не заставляйте, пожалуйста, потому что это... Ну, всё равно это... Всё равно 5-10 минут, и оно выйдет назад. Зачем? Вот. Вчера уже, как говорится, вот так вроде бы тошнота это отпустила, и оно самопроизвольно. Хоть немножечко. Там мама творила мне маленький кусочек красной рыбы. вот, и я запихнула в себя эту рыбку, и, в общем, и было... И было классно. Пришлось коту открыть дверь, потому что шкребётся и шкребётся. Ну, сказать, допустим, что химия вот прошла и так легко, просто, да, без заторинки, то нет, ребята. Естественно, что позавчера всё равно организм дал слабинку, дал немножечко истерики, слёз. Было и такое, да. Я не буду гривить душой, ну, потому что 24 часа пребываешь всё время в болях, и, естественно, рано или поздно немножечко тебе становится себя жалко. И кто бы что-то мне говорил, да, ну, может быть, если у кого-то вообще ничего не болит, химия проходит легко, то я, конечно, могу только позавидовать белой завистью и сказать, что вы счастливый человек в этом плане. У меня нет, и я немножечко поплакала. Вот, естественно, как говорится, всех рядом тоже завела. В плане того, что тяжело, да, особенно родителям, конечно, тяжело видеть, когда рядом мучается твой ребёнок, независимо, да, сколько нам лет. 40, 45, 10, 5. Сколько вы, как говорится, пока живы наши родители, да, мы дети. Я говорю, мамочка, прости меня, это, но я просто больше не могу. Вот. Но ничего, поплакалась немножко всё это. Потом думаю, ну, Тань, хоть плачь, хоть не плачь, хоть, я не знаю, что, хоть усрись. Ну, ты должна брать себя в руки, ты должна дальше идти в бой, бороться. Хотя каждый раз, да, когда болит всё это, я своим всем кричу, что всё это 100%. Это 100% уже последняя химия, и больше другой не будет, больше другой не будет. Ну, а потом думаешь, да, ну, хорошо, ну, не будет, и дальше что? И к чему это всё приведёт, и к чему ты придёшь? Ну, то есть вот таким вот образом пытаюсь сама с собой договориться. Ну, когда немножечко боли отступают, то, конечно, голова, как говорится, вроде бы и не против, да, что-то соображать. А когда болит, то, конечно, до 100% ничего не хочется. Но теперь, конечно, с большим трепетом, с большими такими ожиданиями жду 8 октября, что мне покажут всё-таки ПЭТ-КТ. Я жду вообще, я не знаю, какого-то Божьего благословения, что мне скажут, что вообще. Девочка, что ты тут делаешь вообще? Чего ты здесь сюда пришла? Иди ты здорова. Ну, это так, знаете, как говорится, я взрослая, а хочется верить до последнего в сказку. Так что вот так вот, ребятушки. Опять же, когда плакала, всё это, да, заставило меня вот опять вот эти вот дурацкие слова. Ага, а почему я? А за что? Всё это, ну, мне кажется, это у всех, наверное, проскакивает всё. Но хочу вот вам, ребята, сказать, что вот эта болезнь, да, вот эта болезнь, она мне всё-таки немножечко дала в голову переосмыслить свою жизнь, немножко начать её воспринимать по-другому своего рода. Может быть, это Всевышний, как говорится, даёт мои наставления, мои ошибки. Ну и самое главное, я переосмыслила очень много всех вот людей ненужных, которые были рядом со мной. Эта болезнь дала мне понять на самом деле, что значит для нас, допустим, в нашей жизни друзья, там, товарищи, родственники, кто действительно был, ну, открытый, вот, с душой, да, с пониманием, а кто просто был по жизни, прихлебал, а который ему было выгодно в этот момент находиться рядом с тобой, там, одолжить, попросить какой-то помощи. Вот такое-то тоже очень много в жизни играет эту роль, потому что когда у тебя всё хорошо, когда у тебя всё хорошо, когда есть у тебя финансы, всё это, то ты тогда и всем нужен. Вот. А когда плохо, то даже не всех есть возможно, не есть возможно, не у всех есть желание хотя бы узнать, как дела. Так что это тоже дорогого стоит, мне кажется, тоже очень нужно призадуматься в жизни и переосмыслить всегда, кто рядышком с вами находится. Действительно, допустим, настоящие люди или, ну, такое, ну, такое. Вот так вот, мои хорошенькие. Так что, вот такой вот у меня скучненький, да, на сегодня день, но пока ничего вам не могу даже такого ничего рассказать, нечего. Всё это, мама моя сегодня, давай, давай, Таня, хотя бы вокруг дома, поднимайся, всё это. Я говорю, мамуль, наверное, сегодня ещё ничего не получится. Вообще, колени вообще вот такие расшатанные, нет никакой стабильности в них, ноги ещё подкашиваются, боюсь просто, что у нас вокруг дома, ну, круг огромный. Боюсь, что если половину дойду, и всё, и дальше, говорю, будешь меня тащить на руках. Ну, посмотрим, конечно, потому что не хочу залёживаться, потому что я понимаю, что себя жалко, всё это, ну, нельзя себя, этой болезни себя, ребята, жалеть нельзя, потому что она очень быстро тебя прибивает к постели, очень быстро. Так что, ну, а я такой вообще ненавистник дома сидеть, он меня уже носит, мне уже и туда, и туда хотелось бы, и туда надо было бы бабусь. Вот, потому что, да, дело в том, что у меня же скоро день рождения, иди отсюда. Да. Вот где я снимаю, там и он должен быть. Вот, и там у меня 2 ноября день рождения, у Макса 4 ноября день рождения, и хотелось бы уже пойти, я знаю, посмотреть какие-то, ну, какие-то подарочки, какие-то подарочки, я знаю, что он хочет, но я просто никогда от него этого не слышала, никогда на это не обращала внимания, так как я реалист. Я это, конечно, могу заказать по интернету, всё, но мне бы хотя бы пощупать, посмотреть, какое оно, что там оно из себя представляет, так что вот так вот. Ну, и естественно, что я же-то не думала, что я заболела, я перед летом повыкидывала там все тапочки комнатные, Данил повырастал с пижам, со своих, из штанов стали шорты. В общем, хотелось бы уже полазить, пойти по магазинам, где-то что-то подкупить, прикупить. Посмотрела на сайте, что в Заре уже тапочки комнатные такие попривозили, это потому что муж у меня тоже, я же справилась её выкинуть, это я мастер, вообще я не люблю вот это старые вещи, шматьё, всё это раз, два, и всё, на выход, всё повыбрасывала и справилась. Вот, так что вот так вот. Так что меня уже, конечно, знаете, такое, держите меня семеро, дайте мне силы, и дома меня фиг нарисуешь. Вот. Хотелось бы уже походить, полазить, посмотреть мужу к дню рождения, тоже подарок какой-то. Вот. Так что вот так вот, ребята. Более, даже болезнь, говорю, не сделает из меня покорную старушку. Вот. Всё время хочется куда-то нестись, куда-то, куда-то что-то. Для меня сидеть дома, это просто какое-то наказание, просто какое-то. у меня всегда было, я всегда куда-то летела, у меня всегда было много знакомых, много друзей, мы всегда где-то собирались, где-то встречались. Для меня вот одиночество, это просто какая-то катастрофа, вообще просто. Не люблю сидеть одна дома, молчать, я люблю болтать. Вот. Так что вот так вот, думаю, не-не-не-не, ничего, рак, у тебя ни хрена не получится, нет. Всё равно я тебя сделаю, всё равно я буду жить так, как я жила раньше. Вот. Так что вот такие вот дела мои хорошие. Пока нечего вам, ничего такого, ещё весёленького, да, рассказать и показать, но я решила вот сказать вам, что вот она я. Вот. Не выходила просто от того, что было очень плохо, было ни до камеры, ни до видео, ни до чего, потому что просто нереально было даже слово произнести, были такие жуткие были. Но сейчас, надеюсь, что всё уже будет с каждым днём отступать, всё будет легче и легче. Так что будем теперь с вами встречаться. Вот. И всё у нас будет хорошо. А вам я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо. Огромное спасибо всем. Всем-всем-всем за поддержку, за тёплые слова, за добрые слова. Мне там люди поскидывали скрин, и всё это пришлось. Немножко таких людей, которые такой не очень хорошие. У меня пишут там лебезят в глаза, а за глаза на других каналах обсырают. И устанавливают сроки мои... А, устраивают споры на сроки моей жизни. Ну, пусть спорят. Пусть спорят. Я сказала сначала после вас. А я буду жить долго и счастливо. Не дождётесь. Просто не дождётесь. Так что вот так вот немножечко там займусь. Вот сейчас у меня уже будет полегче. Немножко займусь чисткой своего тоже канала. Много тех, которые там говорят лишнего там или ещё что-то. Это не для того, что я там люблю слушать, что когда меня там целуют, как мне там, да, Виктория Оон, или кто там писал, что я люблю, когда мне пишут. Нет, я не люблю, когда мне пишут только хорошее или ещё что-то. Вы можете высказать любое своё мнение. Но высказать это можно тоже по-разному. Вот. Так что вот так вот. Мой канал — это мой дом. Если вы пришли ко мне домой, в гости, будьте добры, имейте уважение. Если нет уважения, вон нахрен с баром. Всё, я буду блокировать. И давай, до свидания. Так что вот так вот. А вам всем я хочу сказать огромное спасибо. За поддержку, действительно, за тёплое слово. У меня, ну, я не знаю, крутейший, найкрутейший, найкрутейший зритель. Огромное вам спасибо. Я желаю вам всем крепкого здоровья. Вам и вашим семьям. Берегите себя. Вы самые лучшие. Я вас целую. Я вас крепенько-крепенько обнимаю. Я вам всем желаю хорошего дня. И всем прекрасного настроения. До встречи.